Всех приветствую на моем канале. В сети появились первые изображения нового Volkswagen Tiguan Coupe. Данный автомобиль должен увидеть свет в третьем квартале текущего года. В настоящее время его закамуфлированные прототипы проходят испытания на дорогах общего пользования. Новый Volkswagen Tiguan Coupe поступит в продажу параллельно с рестайлинговым обычным Tiguan. Они получат схожее решение передней части автомобиля с дополнительными секциями передних фар, заходящих на передние крылья в стиле последнего поколения Volkswagen Golf. В настоящее время на рынке России в сегменте кроссоверов C-класса нет автомобилей с купеобразным силуэтом. В то же время покупатель за цену в пределах 2 миллионов может купить такие модели, как Renault Arcan, относящиеся к бюджетному B-сегменту, и Haval F7X, которые скорее относятся к D-классу, но по цене соперничают именно с кроссоверами C-класса. В конце года планируется также выход на рынок новой Lada Niva Cross Coupe, построенной на базе Renault Arcan. Для рынка Китая Volkswagen уже предлагает купеобразный компактный кроссовер по имени Tayron. В целом, как по габаритам, так и технически он будет близок к Tiguan-купе. Сам купеобразный Tiguan будет построен на базе обычного Tiguan, то есть на платформе MQB. Однако за основу нового автомобиля будет взята именно удлиненная версия Tiguan, которая на российском рынке носит название All Space. Внешне новый Tiguan-купе спереди будет ничем не отличаться от обычной модели. Сбоку же и сзади различия будут кардинальными. Кроссовер получит покатую крышу, и его профиль будет куда более стремительным. Сзади привычный нам Tiguan будет и вовсе не узнать. У него будет совершенно другая светотехника. Причем как передние фары, так и задние фонари будут полностью светодиодными, начиная с базовой комплектации. Другим отличием купеобразного Tiguan станут колесные диски более спортивного дизайна. За счет более длинной, чем у стандартного Tiguan колесной базы, несмотря на покатый силуэт крыши, задние сидения удастся расположить таким образом, чтобы головы пассажиров не упирались в потолок. Внутри купеобразный Tiguan получит интерьерные решения от самого современного 8-го Гольфа. У него будет сенсорное управление практически всеми функциями, включая даже блок управления светом. Начиная с базовой комплектации, кроссовер получит полностью цифровой настраиваемый приборный щиток, внешний вид которого водитель сможет настроить самостоятельно. Кроссовер получит новый руль от все того же 8-го Гольфа. Оттуда же на Tiguan Coupé перейдет и новая мультимедийная система, которая поддерживает самые современные функции. К дополнению к уже привычным Android Auto и Apple CarPlay, она будет поддерживать управление голосом, установку сторонних приложений и возможностью связываться с окружающими машинами, оснащенными подобными системами. Программное обеспечение можно будет регулярно обновлять с помощью сети интернет. Под блоком мультимедийной системы будет расположен также полностью сенсорный блок климат-контроля. На автомобилях с автоматической коробкой передач вместо традиционного селектора будет компактная флешка. Автомобиль будет предлагаться с несколькими вариантами сидений, стандартными и спортивными. В дорогих комплектациях у ГП-образного Tiguan будет панорамная крыша и кожаный салон. Машина будет оснащена полным перечнем средств активной и пассивной безопасности. У нее будет 8 аэрбэгов, системы ABS, ESP, системы автоматического торможения, удержание автомобиля в полосе, контроль слепых зон и активный круиз-контроль. Что касается техники, то Tiguan Coupe будет полностью идентичен обычному Tiguan. Базовым станет турбомотор 1,4 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Он сможет оснащаться как шестиступенчатой механикой, так и шестиступенчатым роботом DSG. Подобная машина будет оснащаться передним и полным приводом. Машины с таким мотором будут доступны на рынке России и Китая. В Европе вместо него будет предлагаться более современный полуторалитровый турбомотор той же мощности. При тех же характеристиках он будет соответствовать более строгим экологическим стандартам, в то же время требуя и более качественное топливо. Также у Tiguan будет гибридная модификация, оснащенная двигателем 1,4 и электромотором. Совокупная мощность такой силовой установки будет составлять 218 лошадиных сил. Топовым бензиновым двигателем станет двухлитровый турбомотор в двух вариантах форсировки – 190 и 220 лошадиных сил. Он будет доступен лишь семиступенчатым роботом DSG. В дальнейшем также планируется появление полностью спортивной версии с тем же двухлитровым мотором, форсированным практически до 300 лошадиных сил. Такая машина получит название Tiguan Coupe Air. Она сможет разгоняться до сотни приблизительно за 5,5 секунд. При этом она будет также оснащена более жесткой подвеской, а также более производительными тормозами. Дизельная версия будет представлена двухлитровым турбодизелем, выдающим 150 лошадиных сил. Все модификации, за исключением базовых с турбомоторами 1,4 литра и 1,5 литра, будут доступны лишь с полным приводом. В продаже новый Tiguan Coupe должен поступить в третьем квартале этого года на территории Китая. В Европе и в России он должен появиться в первом квартале следующего года. В отличие от обычного Tiguan, производство новой модели не будет локализовано на территории России, поэтому разница в цене будет значительной. Tiguan Coupe будет стоить приблизительно на 300-400 тысяч дороже обычного Tiguan. Иначе говоря, он будет начинаться от 2 миллиона в 200 тысяч рублей, что достаточно недешево. Однако прямых конкурентов у него явно не будет. Haval F7X в самой дорогой комплектации на 400 тысяч дешевле. Arkana почти на 700. В то время более дорогой BMW X4 дороже сразу аж на 1,5 миллиона. Так что новый купеобразный Tiguan будет единственным в своей нише. Какой-никакой спрос на него наверняка будет, но бестселлером ему не стать. На данный момент это вся информация о новом Volkswagen Tiguan Coupe. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому, чтобы не пропустить выход нового выпуска, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав комментария, как вам новый Volkswagen Tiguan Coupe. Планируете ли вы купить себе такой автомобиль? Ведь только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр. Удачи и пока. Удачи и пока.